Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире историческое шествие коренных народов в Женеве. Сыны Западной Армении Андроник Билуян. Вопросы армян в Западной Армении. Вы нечестны? Нисколько нечестны. Герам Степанян Тойво Клару. В Арцахе серьезный кризис в сфере здравоохранения. Министр здравоохранения Армении. Коренные народы Арцаха – жертвы геополитических интересов и игр. Артак Бегларян. Лига конференции «Арарат Армения» на втором этапе. 18 июля 2023 года в Женеве состоялась 16-я сессия экспертного механизма народов. Организовано историческое событие шествия коренных народов. Делегации коренных народов с флагом и традиционной одежде коренных народов организовали шествие. В шествии участвовала делегация Западной Армении, которая началась с площади нации и подошла к концу у берега Женевского озера, где проходила выставка Дескае. Шествие было приурочено к столетию миссии Дескае Женевы 1923 года. Дескае принадлежал конфедерации Хаудена-Сауни, исторически известной конфедерации шести наций иракезов. Выставка рассказывает о путешествии Дескае, развитии отношений между городом Женевы и коренными народами. Выставка показывает, как Дескае стал символом борьбы коренных народов за свой суверенитет. Говорит о провозглашении прав коренных народов в Женеве от Лиги нации до Организации Объединенных Наций. Мэр Женевы, господин Альфонсо Гомес, присутствующий на мероприятии, выступил с речью, далее открыл вернисаж. Делегация Западной Армении. Сыны Западной Армении Андроник Пилуян. Андроник Суренович Пилуян родился в 1962 году. С 1989 по 1994 год участвовал в защите границ Республики Армения и НКР, в частности, в самообороне сел Гадрудского, Шоумянского, Лачинского, Мартакерского районов, районов Эрасхавана, Тавуша, Ноемберяна, Гориса, Республики Армения. 6 октября 2020 года участвовал в боевых действиях на Южном фронте Республики Арцах. 28 января 2008 года указом Роберта Кочаряна Андроник Пилуян награжден медалью первой степени за заслуги перед Отечеством. 7 июля 2020 года указом Армена Сарксяна командиру 5-го армейского корпуса полковнику Андронику Суреновичу Пилуяну, присвоенное воинское звание генерал-майор. Вопросы армян в Западной Армении. Причиной уничтожения в Ортанг-Кармир является интенсивное освоение солончаков. Приватизация земель и нерегулярный выпуск скота привели к сокращению численности этих чудо-червей. Помимо человека, вредителем являются некоторые клещи, жуки, муравьи и птицы. Технология получения в Ортанг-Кармир так и осталась тайной, так как требует большой осторожности. Сейчас технология краски доступна только специалистам и знатокам. Одним из 26 заказников в Армении является именно Ортанг-Кармир. Он был создан в 1987 году в Армавирской области. Расположен между селами Аргаванд, Арапас и Алашкерт. Целью создания заповедника является эффективная организация защиты Ортанг-Кармир, поскольку из года в год его количество сокращается. Если в начале 20 века ареал их распространения составил 10 тысяч гектаров, то в 1990 году он составлял всего 2000 гектаров. В заповеднике под защиту взяты также основные травы в Ортанг-Кармир, полынь и тростник, без которых он перестанет существовать. Защитник прав человека Арцаха Геам Степанян в своем микроблоге в Титр представил результаты опроса, проведенной в Азербайджане. Провели опрос у местных жителей, что они будут делать при встрече с армянским ребенком в 2025 году после ухода российских миротворцев из Арцаха. 17% опрошенных заявили, что отдадут ребенка в рабство, 22% разрубят ребенка топором на части и скормят собакам. Куманитарная помощь из Агдамов Степанакерт. Посмотрите на эту фотографию и только потом говорите. Тойвок Лаар, вы не честны, нисколько не честны. Общество Азербайджана наполнено ненавистью к армянам. Министр здравоохранения Республики Армения Аннаит Аванесян обратилась к кризису в сфере здравоохранения, возникшему в Арцахе, который является следствием полной блокады Азербайджана-Бердзорской дороги. В настоящее время есть больные, которых необходимо перевезти в Армению. Я говорила об этом утром и теперь мы рассчитываем осуществить переезд в кратчайшие сроки. Говоря о запасах лекарственных средств, министр отметила, на данный момент в Арцахе приостановлены все запланированные медицинские вмешательства. Лекарственные и медицинские средства применяются только в случае неотложной и острой необходимости. Лекарственные ресурсы Арцаха, безусловно, не бесконечны. Эта ситуация представляет собой серьезный кризис здравоохранения, потому что на данный момент нарушен весь процесс в Арцах, не поступают новые партии лекарств, заявила министр с журналистом после заседания правительства, добавив, что доводит информацию о ситуации до всех международных партнеров как по телефонной связи, так и в письменной форме. Баку якобы направил в Украину гуманитарную помощь, но с другой стороны 2021 день держит 120 тысяч жителей Арцаха в террористической блокаде. 36 дней в полной осаде, лишенных всех видов поставок, даже гуманитарных грузов. Об этом в своем телеграм-канале написал советник госминистра Арцаха Артак Бегларян. Этим шагом диктаторский режим пытается очистить свои грехи и купить гуманистическую индульгенцию у Запада. С другой стороны, совершает в нужный момент очередной демаж в сторону России. Приведу еще один болезненный пример. Весь мир шумит о приостановке зерновой сделки на несколько дней, игнорируя тот факт, что фашистский Азербайджан доводит до смерти от голода 120 тысяч человек, не позволяя в течение 36 дней доставлять в Арцах продукты питания и прочие товары первой необходимости. Мой главный вывод – простая человеческая боль, что коренные жители Арцаха – жертвы геополитических интересов и игр, в том числе со стороны якобы демократических и ценностно ориентированных стран. В любом случае, ищущий находит, боец достигает цели. В ответном матче первого квалификационного этапа Лиги футборной конфедеренции Арарат Армения Еревана приняла арбанскую Игнатию. Как сообщает Армен Пресс, футболистам Игнатию в начале матча на четвертой минуте удалось открыть счет. Игрок Эзан Арарат Армения на 17-й минуте восстановил разницу в счете. В первом тайме Игнатия снова опередила счет. Команда Арарат Армения забила второй мяч на 58-й минуте. В итоге основное время закончилось в ничью 2-2. Игра была перенесена на дополнительное время. Команды обменялись по два мяча. Решающую роль в этой игре сыграли послематчевые пенальти, где наиболее точными были футболисты Арарат Армения. Матч закончился со счетом 4-2. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении Айрика Мурадзяна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok